Мальчики налево, девочки направо. Со следующего года первоклассники одной из школ свободного смогут учиться раздельно. По гендерному принципу разделят именно первые классы. Нынешние коллективы учеников трогать не будут, хотя многие школьники и не против. С мальчиком как-то лучше будет учиться, никто там не обзывается, с девочками будет лучше учиться. Мне нравятся девочки только, а мальчики нет. Почему? Ну потому что они дерутся только с мальчиками. Почему? Потому что мальчики лучше, чем девочки. Я хотел со всеми. Почему? Кроме Ани Кравченко. У нас девочек-то нет интересных. В следующем году из шести первых классов два планируют сформировать по гендерному принципу. Записывать в такие классы будут только по желанию родителей. В программе для мальчиков мы сделаем уклон на занятия хоккеем. Программа будет называться «Школа мужества». Это, наверное, само название за себя говорит. Программа девочек для девочек – это, конечно же, этикет, культура воспитания, культура общения. Ну, в общем, то, что должна знать каждая девочка. Плюсов в раздельном обучении много, говорят руководители школы. Например, дети не будут отвлекаться на записки друг к другу. А психологи уверены – ученики будут реже испытывать стресс и лучше учиться. Особенно мальчики. Потом подросли в шести, вот как показывают исследования, я проводила такие исследования, что у мальчиков существует личностный гендерный конфликт. То есть они принимают женские модели поведения. И, конечно, им трудно потом конкурировать с женщинами и создавать семью полноценную, такую традиционную семью. По мнению психологов, в таких классах детей нужно обучать по-разному. Девочкам объяснять алгоритмы, а перед мальчиками ставить творческую задачу. При этом материал у мальчиков должны преподавать учителя мужчины, у девочек – женщины. Воплотить в реальность это, скорее всего, не удастся. Педагогов женщин намного больше. При хорошем раскладе их отправят на курсы, где научат преподавать в разделенных классах. Хотя многие учителя не одобряют разделение по половому признаку. Дети должны общаться, научиться общаться, независимо от пола. Если вас, кажется, все, вы преподаете в женском или в мужском классе, как вы выбрали классы? Я, наверное, мальчиков. Потому что с мальчиками, мне кажется, с ними интересно развивать именно. Они больше стараются познавать. Девочкам дано от природы, ну вот как-то, я не знаю, наверное, смышление от природы девочки. Логическое мышление у них больше развито. А с мальчиками именно нужно научиться приходить ко всему. Педагоги обещают, полностью изолировать друг от друга детей не будут. Недостаток общения с противоположным полом они восполнят на общих мероприятиях, секциях, кружках и переменах. Наталья Шепелева, Ирина Стругачева, Кирилл Захаров. Альфа Новости.